Так. УРУС. Не, не, не. Другой УРУС. Вот так. 650 лошадей под капотом. Против людей. Гениально. Так, погоди. А сколько нужно людей, чтобы остановить Ламборгини УРУС? Типа это вообще реально? Надо проверить. Ну что, дорогие друзья, всех приветствую. Собрались мы на очередном выпуске. Самое время поставить палец вверх, потому что, знаете, что я вам хочу сказать? Искренней, черной завистью вам завидую, что я сегодня этот ролик снимаю, а вы его смотрите, потому что это очередной шедевр. И у нас сегодня блестящий состав участников с Москвы с аэропорта. Еле-еле успел. Хмедыч, приветствуем. Леоныч, родный, приветствуем. Дебют на канале у нас. Обещаю, что вам понравится этот ролик. Честно, вот хотел бы тебя, брат, попросить и тебя, чтобы вы отдались полностью, потому что я не хочу, чтобы сегодня выиграл Ахмед. Человек два подряд ролика забирает хорошие призы. Пацаны, смотрите. Сейчас у нас вырисовывается УРУС. Этот УРУС здесь не просто так стоит, потому что его передняя часть это не самая основополагающая. Мы должны зайти назад. Рошан, что думаешь, для чего, брат, я вот этот трос врат протяну? Зачем он? Тренировка будет? А нет. Нас готовишь? Ты подсказку дай, чтобы мы поняли, что нужно делать. Ты же и так, и так будешь сейчас говорить. УРУСа есть лошадиные силы? Так. Я считаю, что сегодня можно людскими силами его перетянуть. Ты хочешь сказать, что мы должны собрать толпу людей, которые будут держать УРУС? Да, Рошаныч, ты прав. Сегодня мы попытаемся выяснить, возможно ли перетянуть Ламборгини УРУС людскими силами. Каждый из участников соберет свою команду, которая будет тянуть УРУС. Но что самое главное, так это количество людей, которые будут входить в состав каждого капитана команд. Так как в случае того, если каждой команде удастся перетянуть УРУС, то выиграет та, у которой в команде будет меньше всех людей. Надеюсь, все понятно. 30 секунд каждому из вас, и вы называете число, которое вы привезете. 30 секунд началось прямо сейчас. Я последним называю. Ладно, пусть будет 47. 47 ты берешь? Да, 45. Реально? Вы чем думали, когда эти цифры называли? Ты как загрузил нас с вами? В любом случае 46. Ну тогда в трассу, пацаны, по машинам, и я вам скидываю локейшн. Знаешь, я уже два раза подряд выиграл, да? Я думаю, третий раз, наверное, надо дать пацанам шанс. У Леона вообще больше всех шансов, потому что у него здесь связи, понял? Он здесь живет. Своих соберем, пацану, сколько у нас будет, а я что еще добавил. Уже написал, кому надо, капитаном команды по регби. Я просто... Я получил очень плохо в регби-ганале, мои руки вообще не сжатаны. Ага. Это не сжатаны. У них соревнования было сегодня. Матч. Вот, еле затащили, говорят, не смогут никак. Может, подъедут, но боятся, что подвезти могут. Смотри, Ахмед закинул уже. Так, друзья, срочное включение. Кто находится в Дубае, мне нужна будет ваша помощь. Нам нужны большие люди, брат. Быки, понял, какие голодные на тестостероне, которые колят на химии. Самое вот для меня спокойное, что здесь не надо торопиться, сутиться, нервничать. Я вот это больше всего не люблю. Когда мы энергетики покупали, минуту не отдыхал. Поверишь? Все это время работали, не перекусили, ничего. Просто вот пять часов без остановок ехали по пятерочкам и покупали лид-энерджи. Каждый из ребят приехал на точке сбора своих команд, где уже стоят автобусы для сбора всех людей. Потихонечку отбираем, вот люди собираются. Маленькую часть я уже отобрал, пойдем покажу. Вот они бойцы, приблизительно моя команда. Вот знакомьтесь, богатыри, смотри все какие. Если Асхабу Тамаеву набрать, как ты думаешь, что будет? Факт, что он согласится, я не знаю вообще, как он отреагирует, но это что за прикол будет, если сейчас ему набрать. Короче, я снимаюсь в ролике у Миши Литвина, мне нужно собрать 46 человек. И очень важно, чтобы они были сильные на химии, понял? Чем больше сильных, тем лучше. Конечно, я тебе упаковку подгоню. Ребята, сейчас мы закидываем локацию, и сюда приезжают настоящие убийцы. Нам нужны просто гипотенузы, терабайты нам нужны, ребята, асфальты железобетонные. Честно, я думаю, что просто Урус, знаете, он будет за нами, он будет нас тянуть пытаться. И в горный выцик не приедет. Урус голубой, он будет ехать. Наша задача разными схемами. Где-то я это уже слышал. Остановить этот Урус. Я вас всех верю, клянусь. Свою грыжу там отдам, оставлю. Если мы выиграем, то от меня халал по-любому, ну, стол там накрою, что-то сделаю. Честно, обещаю. Посмотрите, Ахмед сейчас соберет бойцов ММА, Ахмед, Асхаб, химики придут, ядерщики, понял? А у нас чисто мужчинский. Горный баран. Горный, да, настоящий горный баран у нас. Это машина? Нормальная машина. ЦЛС где, ЦЛС? ЦЛС? Нам нужны такие килограмм-семц, которые захватят за этот канат, как будто за свою жизнь, понимаешь? Вот такие ребята нам нужны. Я же в один России, да? Скажи тогда, да? Спасибо тебе большое. А Мишель, да? А, знаете? Да, он классный пацан. Все-таки номер один кто? Литвина, наверное. Все понял. Мы сейчас находимся на канале другого блогера. Это будет очень некрасиво в гостях у другого блогера ругаться с ним. Да, да, сто процентов. Сто процентов. Если что, потом поругаемся. Да, 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 вот потом поругаемся. Я почитал вот 15, 16, 17. 20 человек, брат, пока что. Ребят, мы просто тут собираем уже как можно больше людей. Уже звоню просто всем. Сейчас, брат, понял, понял, понял. У нас тоже понял. Сейчас конкретно серьезная команда. Вот. И плотно готовимся. Короче, слушай, Томаева мы разнесем так же, как банан ешь кувырат. Всем привет, дамы и господа. С вами я, Равшан. Итак. Расцветали яблони и груши, поплывеют тюманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на веселый берег на грудь. А ты че не поешь, брат? Хочу сообщить вам и попросить вас очень сильно, чтобы вы поставили на паузу, поставили лайк, сжали на колокольчик и написали комментарий. Как считаете, чья команда справится с этим задачей? Еще есть время на Кайд Бич Сол какой-то поехать. Может, там кого-то еще подберем побольше, потому что говорят, что у Ахмеда там... Подхожу? Да, все, все, чутка, все, идеально. Слушай, друг, ты куда идешь? Я вообще к вам собрался ради вас приехал только. Да? Ну, если будут ребята покрупнее... О, давай с тобой. Да не, нормально. Ты со мной? Да. И что? Попробуй на столе, на столе. На столе? Да. Если ты мою руку получишь, я тебе миллион рублей дам. Серьезно? Да. Давай попробуем. Я тебе миллион рублей даю. Давай, давай. Вот прямо сейчас же переведу тебе 10 тысяч долларов. Меня даже расстраивает то, что ты уверен, что ты меня выиграешь. Давай, давай. Вы учитываете Асхаб на химии, фармакологии, он всю жизнь занимается спортом, поэтому как бы больше шансов все-таки у Асхаба. Раз, два, три. Все. Не, 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 давай еще попробуем. Смотри. Раз, снимай. Раз. Подойди, кисть ровно сделай. Раз, смотри. Хуя, ты первый. Я этого собирался делать. Не получилось. Ты первый, кто не положил, отвечай. Давай с тобой попробуем. Я хотел часы сломать. Не получилось. Реально вам говорю. Ты не сильный. Не сильный? Вообще нет. Блин, ну ты реально жесткий, реально жесткий. Ты вообще слабенький. Эй, эй. Здесь людей надо собирать. 26, 27, 28 человек. Это вместе с нами я примерно на счетах. 30, посчитай. Пацаны, у меня к вам вопрос. Вы видели сториз Литвина? Да. Вот не видели, да? Видели, да? Почему вы к нам пришли, а не к нему? Я всех не вижу, пацаны. 83? Железно. Ты будешь прям вот... Ты вот прям обещай, что ты будешь прям со всей дурой. Прям как никогда в жизни. Возьми, чтобы звали, чтобы... Да, давай, давай. Так, ты сколько? 85. 85, точно? Да, чистой мощью рад. Как ты 85 везешь? Ты как... Ты как я выиграю? По-моему, не весит 85 даже. Мне так кажется. Мне кажется, 76. 76. Ты прям вот... Прям вот давай, 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 давай. Ты сколько, брат? Вот такие надо нам. Вот это, я понимаю, мужская рука. Мне когда брат говорят, я не могу отказать. Тут 500 человек, я братья. Поймите меня тоже, честно, слово. Вот хоть 10-500 человек было бы, надо было сразу 100 говорить. Всех бы взял. Пацаны, самых здоровых мы, самых тяжелых отбираем. Кто на канате нормально повиснуть, может, крепышей. И даем газу туда, на локацию. Брат, жестко, мандраж вообще жесткий. Ну, не трясутся как бы руки, я в этом плане спокойно, но все равно. Сердце бьется. Я тебе такую одну вещь скажу, братан. Знаешь, почему мы по-любому выиграем? У нас дошла такая информация, что у Леона в команде молодые ребята. А Равшан выбрал самую большую цифру. Ламборгини никто не вытянет. И тот, кто с самой большой цифры, вылетит. Соответственно, Мишина команда, все. Вот у меня вопросик к вам. Что бы вы выбрали, Мерседес или БМВ М3? Ну, не просто БМВ М3, а в кузове G80, дорогие друзья. Так вот, дорогие друзья, Majestic RP дарит возможность стать обладателем этой М3. Помимо этого, 4 мощнейших ПК также могут достаться тебе. Лучшая игровая периферия и многое другое. Этот огромный список ты можешь посмотреть по ссылке в описании к видео. Majestic — это самый крупный проект в GTA RP с ежедневным онлайном 20 тысяч игроков. Тут ты можешь встретить крупнейших стримеров, провести время со своими друзьями. Ну, либо выиграть вот эту бэху, брат. Все, что нужно сделать, это подписаться на их соцсети и просто провести время в игре. Шанс есть у каждого, не упусти его, родный. Событие проходит с 8 марта по 8 апреля и, само собой, приурочено к открытию их 10 юбилейного сервера. И теперь уже более 22 тысяч играет на серверах проекта. И, само собой, по классике, братец, вводи мой промокод Litwin, который даст тебе на начальном старте хорошенький буст в виде 50 тысяч игровой валюты и платинум вип-статус на 7 дней. Ну, а про бэху я вообще, брат, молчу. Ну что, все команды укомплектованы и каждый из участников собрал именно то количество людей, о котором заявлял в самом начале ролика. Все ребята прибыли на локацию и пришло время противостояния людской силы и Ламборгини Уруса. И начинать будет та команда, у которой больше всего людей, а именно команда Равшана. Ну что, мы начинаем. Первый раунд. Готовы? Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждаю. Давай! Беды! Давай! 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 Я здесь, ебать! Да ну нахуй! Давай! Я и я, да без пилы, я не чок! That's this magic in my bones! Базару нет! Слушай, это неожиданно! Это неожиданно! Две! Три! Как вы поняли, эксперимент можно считать удавшимся. Для нас всех удивление, что 47 человек, и они смогли перетянуть УРУС. Но теперь пора выяснить, смогут ли другие команды перетянуть УРУС. Я никого подготавливать не буду, ничего не буду. Мои справятся. Ну что, команда Ахмеда, посмотрим, на что способны. Самому интересно, но почему-то думаю, что перетянут. 46 человек. Очень просто, да, вы это сделали. Интересно, интересно, интересно. Вообще не почувствовали. Короче, момент какой. Если сейчас команда Леона перетягивает, то победитель нам известен. Он очевиден. Это Леон и его команда. У нас даже были сомнения по поводу того, смогут ли все в совокупности перетянуть УРУС. А тут просто, типа, как это вообще выходит, я не понимаю. Но, тем не менее, ход Леона. Посмотрим, что из этого выйдет. У Леона меньше всего людей. Получается... Победитель очевиден. Ну что, начинаем третий раунд. И по ходу финальный. Пацаны, я на вас сейчас всех смотрю. Вы готовы? Да! Вы тигры! Да! Просто УРУС вон там сейчас будет летать. Без шансов, нахуй, просто. Пацаны, ну что, объявлять нужно победителя. Давай! Победитель не здесь! Леон чемпион! Ну что, давай поднимем! Получается, Леон выиграл? Леон хочет сказать, послушайте его, пожалуйста, пацаны. Послушайте, чтобы честно было, давайте, чтобы все-таки... Мы тут все нормальные люди. На каждой команде, чтобы у нас ровно было все. И тогда честно. И заново зачет? И заново, давай сделаем. Реально? Да. Давайте, послушайте. Все ровно забирай, бацаны. Все ровно забирай. Слышь, пацаны! Ну это реально... Это реально пацанская тема, что он сейчас предложил. Брат, респект огромный. Я, честно, и подрастроился, что уже интриги не было. Леон ее вернул, брат. Леону огромный респект, потому что он сохраняет весь романтизм ролика. И интрига появилась там, где ее никто не ожидал увидеть. И поэтому ребята решили сразу духорнуться и уменьшить это количество людей до 20 человек в каждой команде. Пацаны, меня слушайте! Да! 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 Пацаны, просто борщить не стал спокойно, уезжаю, честно. Не-не, это сложно. Пиздец хочу, чтобы вы выиграли, понял? Смотрите, я вангой не хочу быть, но у них очень сильная команда. И поэтому большие шансы, что они сейчас смогут это сделать. Если не будет получаться, то нет смысла держать пацаны. Травму получим сильную. У тебя тапочки тоже опасные, смотри. Мы проверили 20 человек, мы проверили 30. Нереально вообще. Вот тут ребята и переоценили свои силы, потому что 20 человек даже близко не могут пересилить Урус, так как он легко начинает уезжать. После чего ребята увеличили еще на 5 человек в каждой команде. Казалось бы, еще 45, 46 и 47 человек легко перетягивали Урус. Но уже 30 человек Урус даже не чувствует. И после всех обсуждений ребята решили увеличить количество людей в каждой команде до 36 человек. И вот тут будет интересно. Один за всех! Это.. Никита! Никита! Я бы сказал! Сicherung! Никита! Да! Никита! Никита! Они это сделали! Да, они это сделали! Они сейчас это и есть на тонкого. Да, ancestры а любимали. Если сейчас следующие две команды делают, мы отнимаем по одному. По одному или по два? Но если сейчас никто не сделает, вы забрали, пацаны. Никто Ахмеда не видел? Блядь, человек исчез. Вы что, гоните, пацаны? Его нету. Пацаны, Ахмед исчез, пацаны. Вообще его ни в одной машине нету, Ахмеда. У Ахмеда случилась паническая атака, когда сзади тебя 30 кричащих людей, а спереди Ламборгини Урус, выжимающих газ в пол, нервы зашкаливают. И я думаю, что люди, которые сталкивались с паническими атаками, прекрасно понимают сейчас Ахмеда. У меня вот единственная мысль была, хоть бы я вошел. А пока... Я вообще не могу понять, где он. Возьми тогда на себя, по-братски, сейчас капитанские обязанности, несложно. Ахмед сейчас за главного, ход команды Ахмеда. Команда Ахмеда тоже выполнила. Ко мне подошел человек и предложил такую идею, что каждый подойдет и мне нашепчет, сколько он от себя ставит человек. И не важно, у кого сейчас будет больше или меньше, важно, кто перетянет. Например, если он подходит и говорит мне 35, и они перетягивают, базару нет. Но если Асхаб подошел ко мне и сказал 33, и перетянул, естественно, выиграли. Ты готов мне сказать число? Да. Тридцать четыре. Тридцать четыре? Не хочу рисковать. Все, зафиксировали, зафиксировали. Мне кажется, я знаю, сколько. Нет, не знаю. Мне кажется, знаю. Нет, на сколько. Ну, до хрена будет, да? Ааа, да. Сколько? У нас тридцать четыре. Определение, сколько? Все, говори. Тридцать три, да, хорошая числа. Да ладно. Уверен? Сделаем, да. Я знаю сейчас цифры всех, и очень интересно получилось. Если даже сейчас у всех получится перетянуть, победитель один будет. Родные, прекрасно вас понимаю, что когда смотришь на подобные тачки, так и хочется себе взять достойного коня. И вы наверняка уже в курсе, где самый большой выбор тачек, но на всякий случай вам напомню. Конечно же, на Дроме. Ламбы, не ламбы, выбор огромный. И лично я давно смотрю тачки именно там. Более того, на Дроме самые подробные отчеты об истории авто. Он проверяет авто по всем возможным базам, поэтому можно не переживать о скрученном пробеге или об участии в ДТП. Ну а если оно было, естественно, вы об этом узнаете. А фильтр от собственника помогает найти объявы от проверенных владельцев, что кратно повышает безопасные сделки. Ведь покупая тачку именно у владельца, у вас есть возможность пообщаться непосредственно с человеком, который сможет поделиться опытом эксплуатации своей ласточки. Давай посмотрим, что сейчас предлагают собственники. Берем телефон, открываем Дром, заходим в раздел параметры, продавец, выбираем собственник. Посмотри на это, как много не просто каких-то вариантов, а реально достойных и проверенных предложений. Поэтому, чтобы не лохануться при покупке, скачивая Дром по ссылке в закрепленном комментарии, я как раз присматриваюсь к одной тачке. И вбив вот эти параметры поиска, вы можете оценить, как она вам стоит того. Ну что, сейчас узнаем. Сейчас все узнаем. Раз, два, три! Прям на Тонкого! Я жал в пол, но это по резине видно. 34 человека от Равшана, сейчас вытянули. Соответственно, они точно пока что в игре. Я переживаю. Хоть бы не потянули, пожалуйста. Ну дай один раз выиграть. Хоть в одном я столько раз ходил на каналы, на ютуб, ни у кого не выиграл. Максимально вложитесь! Вложитесь! Мы готовы! Вы же понимаете, к чему это все идет? Вы сейчас это понимаете или нет? Есть новость! Победителя еще нету! Но сейчас он может встать! Либо уйти одна команда и сразиться уже две следующих. Что это значит? Что следующая команда это 33 человека. Они как заряжены, страшно. Я хочу, чтобы все силы здесь оставили. Все, что есть у вас сейчас. Бля, у меня... Почему я волнуюсь? Мне зачем волноваться вообще? Все, готовы? Прыгай, давай! Давайте, бацаны! Либо Леона команда вылетает, либо они сейчас забирают турнир. Раз, два, три! Давайте, пацаны! Давайте! Охренеть! Ты чигар! Во-первых, тебе большой респект за то, что пацанам дал шанс. И заново... И заново давай сделаем. Реально? Давай, давай, давай! Короче, я думаю, что когда мы выиграем, деньги надо разделить 9 тысяч, я думаю, между пацанами. После вылета команды Леона, команда Равшана и Ахмеда выбирают новое количество участников. Давай, все, все, все! Все, 32 расставляйтесь, прям сейчас! Сейчас какая команда? Равшана. Равшана. И мы не знаем цифру, да? Ну, я думаю, это не проблема узнать, но... А можем узнать, пожалуйста? Можем мы посчитаем? Вам нужно это? Неинтересно, Ахмед. Иди сюда же. 32 попробуем, пацаны. 32, да. Хорошо. 30, они не смогли. Один человек особо влияние не делает. Давайте 32. 32. Все, ну тогда я скажу так, что у них тоже 32. Да? Правда? Все, поэтому сейчас, ну опять смотрим, кто победит. Пацаны выбрали одно и то же количество человек в команду, но перед следующим раундом Ахмед расскажет, что же с ним произошло. Мне стало плохо. У меня забилось сердце. Я просто думал, что сейчас умру. И вообще соскочил в поле. Мне в такие моменты надо, чтобы я один был, чтобы прийти в себя. Единственная мысль, хоть бы я выжил. И все, мне плевать было, что там, как там. Это сейчас я еще вернулся, понял, в реальный мир. И мне интересно. Охлопайте друг другу, пацаны! Давай, один за всех! И все за одного! Поехали. Я уверен, что сейчас решится, кто забирает 10 тысяч зеленых. Готовы? Да! Они делают! Они делают, блядь! Я вакуу. Ай-яй-яй, тигра-тигра! Все, что происходит. Такой зарубы никто не ожидал. Напомню вам, изначально мы и не думали, что нам вообще хватит и 100 человек. Теперь же у пацанов соревнования, исход которого может зависеть от силы одного человека. Не то, чтобы может, оно сейчас так и произойдет. Проиграет! Все, больше шансов. Асхаб, брат, мне сейчас видео показали, к вам подбежал человек сзади в желтой футболке, прикинь, подключился. Тридцать третий к вам. Я считаю, вам тридцать два просто переделать нужно. Смотрите, в таком случае надо будет переделать. Сколько, сколько? Поехали. Сейчас мы возвращаемся к этому же раунду, то есть мы никуда не уходим, просто им даем вторую попытку. Хоть они и перетянули, но это было нечестно, потому что подошел сзади человек. Если команда Ахмеда и Асхаба сейчас не вытягивают Уру, то больше у них шансов нет. Равшан заберет первое место. Финал, пацаны, отвечаю. Я в шоке. Я не могу в это поверить. Я не могу просто в это поверить, блядь. Как они это делают? Пацаны, это было идеально, по-честному. Да. Все, вообще вопросов ноль. Сколько вы делаете? Тридцать один. Сколько вы сейчас делаете человек? Тридцать один. Ребята опять выровняли. Тридцать один, тридцать один. Я не думал, что настолько интрига будет. Но я говорю, мы склонялись к тому, что даже сто человек не потянет. А кто-то у меня из друзей говорил, ну, блядь, там пятьсот человек нужно для машины. Ну, ты же видишь, что происходит? Это вообще пиздец. Мне кажется, сейчас никто не выкинет тридцать один. Просто я вас молю, просто сделайте это, пожалуйста. Один за всех! Иди за одного! Готовы? Я не понимаю, я не понимаю. Такого накала страстей у нас давно не было. Сейчас последний шанс написать, кто сегодня заберет первое место. Мы выиграем сегодня! Равшан тридцать один сделал. Мы сейчас будем смотреть, сделают ли это команда Ахмеда и Асхаба. Вы готовы? Да! Они этого не сделают. Просто запомните мои слова. Они этого точно не сделают. У нас летят. С вам, это они здоровой. С BootION и senseй, ключеней. И съёмка не получились к вашим успехам, Я покажу её нагад 7-0 Cuando я сижу на estas арки. Нет! Неuts! Сэрф! У меня на этой арки! На машине! На машине! The third Te 그만 шагу. На машине! Вы была avere косв 10-0. Нет! Имя 9-0, Играуз-3 Ilegan. На машине. ЗАВЯЖЕНЫ? Да! Хоть бы не потеряли, пожалуйста. Вот знаю, один раз выиграть, хоть в одном. Я столько раз ходил на канал, на ютуб, ни у кого не выиграли. Ну что, ребята, это конец ролика. Хотелось бы сказать, наверное, попыток, я не знаю, раундов 13-15. Ну, то есть, пацаны сегодня проявили огромный характер. Я думаю, никто никогда в жизни в Эмиратах, ну, не делал, как-то, знаете, в моменте такой комьюнити не собирал вообще. Вам огромное спасибо, что поучаствовали. Давайте друг другу, пацаны, похлопаем. Сегодня действительно было много эмоций. Мы подарили хороший контент нашей аудитории, и при этом, при этом... Равшан, расскажи, брат, куда деньги пойдут? Потому что ты сказал сначала пацанам, но пацаны кое-что решили. Я ответовался с ребятами, короче. Мы отправим это уже, дети, на благотворительность. Ребята, в связи с недавней ситуацией в Крокусе все деньги решили отправить на помощь семьям погибших и пострадавшим. Берегите себя и своих родных. Обнял. Вам спасибо, Леоныч, я с дебютом. Асхаб тоже никогда у меня на канале не снимался. Дай бог еще не раз так соберемся и сделаем что-нибудь феноменальное, интересное. Вот, ну а вы, ребята, ставьте обязательно пальцы вверх, если мы сегодня заслужили по классике колокола, комментарии. Пацаны, всех обнял. Я не считаю, что я проиграл, потому что, можно сказать, я не участвовал. Мне стало плохо, я ушел и все. Поэтому для меня это просто несостоявшиеся соревнования. Да, это мои проблемы и поэтому я не выиграл. Но я и не проиграл тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok